Жители микрорайонов Черемушки, Юбилейный и Московский могут вздохнуть спокойно. Добираться домой они теперь смогут на трамвае через Садовый мост. Движения здесь снова открывают. Речь идет о четырех маршрутах. Это Тройка, 20-й, 21-й и 22-й вагоны. Глава Краснодара Евгений Первышев сегодня утром проехал по обновленной городской железной дороге и посмотрел, как идут дела. Что изменилось и когда пойдут первые составы, знает Яна Бузычкина. Это первый пробный рейс по Садовому мосту после двухмесячного ремонта. Здесь уже полностью разобрали старую трамвайную линию, демонтировали контактную сеть и подготовили новое основание. Строителям еще нужно подшлифовать стыки на рельсах, чтобы вагоны шли как по маслу. Однако первое время трамваи на этом участке будут следовать с ограничением скорости. Какие еще работы остались, которые необходимо сейчас доделать здесь? Ну я повторюсь, обязательно с организацией дорожного движения, с расстановкой знаков согласно схеме и так далее, что лежит обязанность на генпотрядчике. По нашим, по большому счету, только пусконаладочный. То есть перепроверить еще высоту подвеса контактной сети. По устранению мы прошли с путевой машиной кое-где перекосов и так далее. Хотя у нас уже сегодня с ограничением 15 км в час мы можем пускать подвижной состав. То есть с ограничением скорости можем уже спокойно пускать состав. Так основательно мост не ремонтировали около 40 лет. Он даже изменил вид. Например, горизонтальные опоры, поддерживающие контактную сеть, установили по центру. В целом путепровод готов наполовину. Строители работают даже быстрее, чем планировали. Автомобильные движения собираются открыть уже к середине декабря. Правда, сначала только на трех полосах по правой стороне. От промышленной до улицы Мопра. Коллеги, я вас поздравляю. Действительно за успешную работу благодарю. Молодцы. И самое главное, что с опережением графика идем. Это действительно радует. И то, что трамвай мы сейчас пускаем, о чем уже неоднократно мы говорили, до 11 числа. Ну, получилось раньше. Замечательно. Теперь хорошо бы с опережением графика мы ввести правую сторону, чтобы уже непосредственно часть транспорта, уже автомобильного, мы могли пустить по этой правой полосе здесь. Мы будем стараться, будем докладывать о ходе работы. Естественно, если получится раньше, то мы тоже будем. Мост, который мы делаем, он должен еще прослужить 30-40-50 лет, как мы и говорили, чтобы больше сюда мы не возвращались. Садовый мост капитально ремонтирует по федеральному проекту Минтранса безопасные и качественные дороги. Закончить полностью его собираются летом следующего года. А пока жители Краснодара смогут наблюдать за ремонтом из окон трамвая. Уже совсем скоро краснодарцы лично смогут оценить, как проходят работы на Садовом мосту. Первый рабочий день, 7 ноября, они отправятся на работу на трамвае по привычным маршрутам. Яна Бузычкина, Николай Цедрик, телекомпания «Краснодар».